2 сентября актриса Елена Проклова отметила свой 67 день рождения. По этому поводу она опубликовала на личной странице в инстаграм несколько новых фотографий. На снимках звезда позирует в облегающем черном костюме, держа в руке сигарету в длинном мундштуке. Однако вместо полагающихся по такому случаю комплиментов Проклова получила множество негативных комментариев. У пользователей сети вызвало резкое неприятие позиции актрисы в деле Михаила Ефремова. Елена Проклова появилась в эфире программы «Звезды сошлись», чтобы заступиться за своего знаменитого коллегу. Она объяснила зрителям и гостям в студии, что Михаил Олегович пытается спастись, и на его месте так вел бы себя каждый. По мнению Прокловой, суд находится под заметным давлением общественного мнения, а при таких условиях справедливый приговор невозможен. Высказывая свою точку зрения, Проклова на протяжении всей передачи перебивала оппонентов и не давала им говорить. Его надо сейчас как человека спасти. Нет обоснованной доказательной базы ни у одной стороны. Когда люди требуют крови до приговора, это чудовищно, утверждала актриса. Телезрители и подписчики Прокловой выразили негодование по поводу позиции звезды в этом резонансном деле. По мнению многих комментаторов, актриса не стала бы так горячо поддерживать нетрезвого водителя, если бы по его вине пострадал кто-то из ее близких. Вы, Елена, не за Ефремова. Вы за пьянство за рулем. А как вас еще понимать, если бы под колесами его джипа погиб кто-то из ваших родных? Не дай бог, конечно. Тогда бы была другая реакция. И вообще, ходите по шоу, как свадебный генерал и даете иногда омерзительные комментарии. Очень вами разочаровано, тоже не ожидала, что будете поддерживать Ефремова. Понятно, что это все за деньги сделано. Но не все же продается-покупается, эмоционально отреагировали некоторые комментаторы. Подписчики также подвергли критике изменившуюся внешность актрисы. Пользователи сети утверждают, что Проклова злоупотребила уколами красоты, после которых ее мимика стала неестественной и странной. Уважаемая Елена, вы же прекрасно знаете и понимаете, как выглядите в зеркале. Прекрасно понимаете, что старость не радость и жалко видеть себя такой, поэтому цепляйте парики, режете, колите, подтягиваете и хвастаетесь, какая вы молодая и какая у вас замечательная генетика. Комплексы налицо. Поснимать все это барахло и накладное, обычная старуха с помятой кожей, отметил один из фолловеров актрисы.